Всем привет! Вы на канале SEOquick и я хочу вам рассказать, что изменилось за последние годы в написании give title и description. Теги title и description это то, что видит пользователь в выдаче, когда входит в поисковик и вбивает любой ключевой запрос. Все, что мы видим в поисковой выдаче, это и есть собственно title и description. Причем про многие из них многие даже не знают. Title это то, что обычно в поисковой системе подсвечивается синим, ну выделено синим. Description чаще всего написан менее крупным шрифтом и черным. Но по какой причине тайтлы одни показываются выше других, по какой причине тайтлы обрезаются, многие об этом мало кто знают. И я хочу чуть-чуть разобрать такой ликбез по метаданным title и description. Это такой ролик для азов, для начинающих, которые только-только идут в SEO и хотят понимать, что же это такое. Title в поисковой системе называется вот этот самый заголовок, который мы видим выделенным непосредственно синим. И вы замечаете, что тайтлы бывают на разном уровне. Title может находиться просто выделенным, как обычно. Title может находиться в виде блока знаний и выделенным он может находиться под контентом. И тайтл может иметь низкоуровневые версии, когда в большой странице есть несколько вариантов переходов на слово title. Он может быть даже выделен местами жирным, если поисковая система это выделит. Почему так? Поисковая система экспериментирует каждый раз с дизайном тайтлов и показывает разные тайтлы непосредственно в поисковой выдаче. Тайтлы могут содержать в себе и видеофрагмент рядышком и это тайтлы чаще всего из ютуба. В яндексе же ситуация чуть-чуть работает похоже, но иначе. В яндексе, если вы вбиваете, что такое тайтл, да, выдача может выдать вам, собственно, может выглядеть немножко иначе. В яндексе тайтлы выглядят вот так. Как вы видите, типичный тайтл, который высвечен как в гугле, без всевозможных вариантов, да, то есть и, как мы видим, в принципе других вариантов он нам по этому запросу не предложил. Но, конечно же, он выкладывает свой вики-словарь и выводит еще дополнительно ошибочно, люди также и еще тоже типа, но это не тайтлы, это дополнительные запросы, то есть это то, что называется подсказки, которые написаны и снизу и сверху. Иногда вот бывает, собственно, такая ситуация, что могут отображаться дополнительные ссылки, выглядящие как тоже как тайтлы, но это тайтлами не является. Тайтл у нас в яндексе только один. И, собственно, по поводу тайтлов есть несколько рекомендаций в прессе, которые вы должны знать. Собственно, тайтл это тот самый, который отображается вверху страницы. Его еще можно увидеть, если навести мышкой на саму страницу и выводится сам тайтл. Учтите, тайтл не равен тегу как заголовка. Это не одно и то же. Вы должны понимать разницу. Тег тайтл и тег h1 это, как говорят в нашем городе, две большие разницы. Вот. То, что я сейчас выделил мышкой, это тег h1 или header, заголовок. А тайтл, как бы не звучало, как заголовок, да, это так и называется мета тайтл. Вот, собственно, он и выделен благодаря полезной бесплатной утилите seometa in one click. При помощи этой утилиты можно увидеть непосредственно сам тайтл. И по поводу тайтлов существуют определенные рекомендации. Как он пишется? Конечно же, он просто обрамляется тегом тайтл без каких-либо вариантов. Вот, собственно, в коде, как его и нужно делать. Про простые рецепты написания тайтлов должны запомнить попросту. Главное ключевое слово, второе ключевое слово, разделитель, название бренда. Рецепт, работающий в 2020 году безотказно. В большинство случаев, если вы не знаете, как написать тайтл, напишите хотя бы так, и у вас не будет проблем с SEO. Вот, то есть, например, 8 foot green widgets, widgets and tools и widget world. И вот, собственно, самый простой формат тайтла. Оптимальный вариант длины тайтл это на самом деле 50-60 символов. Как бы вы не говорили, что 65, надо стараться 65, это ложь. Оптимальная длина тайтлов реально считается 60 символов. Именно эту длину тайтлов мы ушли в нашей бесплатной ультилити калькулятор title и когда вы вбиваете любой тайтл в нее для того, чтобы померить его тайтл, допустим, мы возьмем сейчас эту страничку и вставим эту страничку и проанализируем ее. Калькулятор title выдаст очень хорошие показатели по тегу и укажет, собственно, что вот он длиной 41 символ, можно даже длиннее до 60. То есть, оптимальный вариант, конечно, сделать его длиннее. И смотрим, что еще. Если тайтл будет слишком длинным, он будет обрезаться. Мы смотрим сейчас выдачу по запросу, что такое тайтл и видим, что большая часть тайтлов, следующий тайтл обрезан. Если мы смотрим все ниже, обрезанных тайтлов становится все больше и больше. Так оно и есть. Большинство тайтлов, находящиеся внизу выдачи, чаще всего обрезаны. А тайтлы, занимающие топ-10, чаще всего нужной длины. Что еще нужно знать о тайтле? Конечно же, вы должны понимать, что тайтлы подтягиваются социальными сетьми. Если мы возьмем сейчас нашу страничку, зайдем, к примеру, на LinkedIn и попытаемся запостить сейчас в наш LinkedIn эту страничку, то, конечно же, вставим страничку, он должен будет сейчас распознать и сразу распознает тег тайтл. Тег тайтл распознается всегда. Дескрипшн даже, который я расскажу в следующем, не воспринимается, но тег тайтл воспринимается всегда. Поэтому, если у вас пустые тайтлы, поломанные тайтлы, нерабочие тайтлы, ну, вы в соцсетях, вас никто не будет репостить хотеть, вы будете выглядеть отвратительно. Поэтому тег тайтл, это обязательно must have для настройки. Как проверить свой сайт на теге? Как проверить себя? Конечно же, нужно взять список своих страниц и проанализировать его. Заходим в нашу бесплатную утилиту на нашем сайте. Вот сейчас запускается утилита. Мы заходим в наши утилиты, анализу сайта. И, конечно же, вот мы хотим проанализировать весь сайт. И давайте, допустим, проанализируем, чтобы долго не ждать весь сайт, мы сейчас просто зайдем в список каких-либо страниц и найдем сейчас, любой список страниц и проанализируем их тайтлы. И сейчас зайдем в загрузки и я открою какой-то либо сайт. Друзья, приветствую вас. Меня зовут Руслан Байбеков. Я продакт-маркетинг-менеджер, специалист в области диджитал-маркетинга. И сейчас хочу поговорить про заголовки. Заголовки – это основная часть текста, которая, собственно, мотивирует человека к его прочтению. С заголовка начинается интерес к самому тексту. Ну, собственно, важность заголовков я не смогу ни преувеличить, ни преуменьшить, она максимально велика. Текст без заголовка не читаем, текст заголовка, страница без заголовка не является, в принципе, полноценной конверсионной страницей, поэтому заголовки – это must-have. Без них практически нельзя. Бывают какие-то дизайнерские или креативные решения, где заголовков нет, но скорее это исключение, чем правило. Поэтому давайте я просто приведу несколько рекомендаций, на которые следует обратить внимание при формировании заголовка. В первую очередь он должен быть емким с призывом к действию. Это важно. То есть человек должен понимать, что он хочет, куда он хочет и зачем он хочет. Прочитать этот текст. Далее, используйте цифры. В заголовках очень хорошо работают цифры. Это просто, ну, очень крутая штука. Она увеличивает конверсию в прочтении во много раз. Далее, используйте слова, такие как «новый», название марки, какие-либо глаголы. Очень хорошо работают такие штуки, как какие-то яркие слова, например, слово «секс» или слово какое-то, не знаю, «пандемия», «грипп». Ну, то есть все, что сейчас на слуху и все, что работает всегда. Далее, смотрите на примеры крупных компаний, крупных компаний в области контента. Их большое количество, перечислять смысла их нет, потому что они все на слуху, всегда у всех. Смотрите, как крупные редактора формируют эти заголовки, как они работают с построением слов, с построением логика, логикой, как они работают над вовлечением пользователя к прочтению этого текста. Далее, не используйте более 10 слов в заголовке, и он не должен читаться двусмысленно. Заголовок должен быть конкретным, человек должен понимать, что он узнает из этого текста. И самое главное, не обманывайте. Если заголовок яркий, какой-то привлекающий внимание, но в тексте об этом нет никаких слов, и речь идет совершенно о другом, это вызовет негатив, это вызовет отказ, и в итоге вызовет пессимизации во всех областях этой страницы, этого текста и так далее. Поэтому не обманывайте, делайте заголовки яркими, интересными, используйте цифры, ну и, конечно же, не делайте их длинными и двусмысленными. С вами был Руслан Байбеков. Всего вам самого доброго. Итак, я нашел список страниц одного из сайтов, решил скормить ему, как говорится, все свои страницы для анализ. Анализ сейчас пройдется по всем страницам сайта. Я в данный момент взял 52 странички, на самом деле их можно закинуть хоть тысячи, как говорится, у нас на сайте есть определенные лимиты, но эти лимиты вы всегда можете расширить при помощи, банально у нас сервис условно бесплатный, то есть он и бесплатный позволяет построить небольшой сайт, но если большое количество страниц, конечно, удобнее смотреть непосредственно, уже, как говорится, оплатив себе, расширив тариф. На текущий момент сервис позволяет смотреть title description и сравнивать его с контентом. Но мы сейчас посмотрим по title. И, конечно же, мы будем смотреть, какие сайты имеют, конечно, какие показатели. Мы, конечно же, будем искать title, допустим, жалко, тут еще пока не сделано, а, по баллы тайтлов, допустим, давайте, вот у нас будет меньше, допустим, 50. И будем смотреть все title, у которых балл ниже 50, и изучим, что с ними не так, почему они такие слабенькие. И, в общем, можно развернуть нужные title, вы так разворачиваете их и смотрите. Каждый title можно посмотреть непосредственно его ошибки, где они кроются. Ну и, конечно же, можно увидеть тайтлы, насколько они соответствуют контенту. Это очень важно, потому что встречаются ли слова, которые указаны в странице на контенте, который, как говорится, вы написали. Ну и, конечно же, tool позволяет оценить эти показатели, и, допустим, везде, где показатель по тексту будет достаточно слабым, есть смысл перерабатывать контент и работать с текстом. Например, можно увидеть текст, например, поле текста, баллы текст, допустим, меньше, допустим, 50. Вот можно увидеть эти самые страницы, где баллы текста гораздо хуже. Ну, там 49, вот 28 есть, например, вообще короткий текст, там на 500. Ну, хотя на 4000 символов довольно большой, но заголовок не совсем подходит под текст. Вот, соответственно, можно увидеть словосстателность, заспавленность текста словом район, длина не соответствует норме длины контента. Вот, средняя длина контента в топ-10 более 2000 слов, то есть это тоже нужно учитывать. Вот, и, собственно, таким образом система говорит, что да, текст слишком коротковат, и нужно его расширять. Tool, говорю, бесплатный, можно пользоваться, но мы возвращаемся непосредственно к тайтлам. Что нужно смотреть? Мы, конечно же, у тайтла должны смотреть на очень важные показатели. Вы видите, что длина тега title не должна превышать 600 пикселей, это 50-60 символов или 7 слов. В общем, на самом деле, это не нужно писать слишком короткие и слишком длинные заголовки. Об этом говорит и Screaming Frog, когда анализируете вы свой сайт на тайтлы и дескрипшены. Ну, и, конечно же, это нужно учитывать. Собственно, всегда смотрите длину тайтла, проверяйте длину тайтла, и утилита калькулятор title позволит вам написать идеальный тайтл. Либо в нашей утилитах, здесь, где вы можете его писать. Замена или ремонт, здесь или не нужно, замена, ремонт, двери в холодильнике Nord. Вот, здесь нужно делать сервис-центр на дому. То есть, здесь ремонт холодильников. Вот, уже title получил 21 балл. Только написано такой тайтл просто. И на самом деле, его можно всегда доработать, расширить. То есть, здесь я чуть-чуть. И вот так мы пишем на дому. Это наше название фирмы. Ой, так он стал хуже. Так, что у нас, какие рекомендации, цифры, побуждающие. Ну, да, заказать, замена. Здесь такие нюансы. Так, цифры, цифры. То есть, ну, цифры здесь, я бы даже сказал, тут можно добавить. Но в данном случае, этот пункт нужно, как говорится, не учитывать. По поводу ошибки. Каждое слово с большой буквы, это не шутка. То есть, на самом деле, замена двери в холодильнике. Это тоже является важным визуальным элементом. И за счет этого просто уже балл вырос. То есть, если мы сейчас даже еще зайдем и сделаем ремонт больше. То количество больших букв, оно имеет колоссальное значение. Вот. Трюки, которые позволяют нашего утилита, уже интуитивно писать сразу нужные тайтлы. Она поможет, подскажет и сделает тайтлы такими, которые вам нужны, какие вы хотите. Что нужно? Очень важно, не переусердствуйте с ключевыми словами. Если вы напихаете слишком много ключевых слов в тайтл, может быть, вы обманете мой кальвулятор, но поисковик вы не обманете. Поэтому вот этот маленький нюанс мы сейчас в нашей утилите дорабатываем. Если он увидит за спамленность тайтла, он тоже об этом вам скажет. И самое главное, давайте каждой странице уникальный тайтл. Наша система скоро научится и считать и тубли тайтлов, а не просто оценивать каждый тайтл, как говорится, в вакууме. И поэтому каждой странице будет уникальный тайтл. А еще желательно, чтобы они кластеризованы были по смыслу. То есть, не пересекались по смыслу между собой. Очень важно, всегда выбирайте важные ключевые слова. Начало. То есть, это вот вайл-ащай лайфхак, который вы должны знать. И не забывайте про бренд. Ему нужно уделить место в конце. И если мы изучим выдачу, мы увидим, что бренд присутствует у каждого. Бренд, 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 бренд. Мы видим, что везде есть бренд. То есть, все стараются добавить бренд. Даже в Яндексе можно. Хотя в Яндексе, в принципе, не так сильно это распространено. Потому что в Яндексе особые подходы к выдаче. Но Google прямым текстом говорит, что самые кликабельные элементы оказываются сверстанные по простой рецептуре. Вот. Собственно, почему Google может иногда не показывать ваш тайтл? Если вы его присытили ключевыми словами, он подберет сам. Если ваш тайтл не соответствует запросу, он подберет сам. Если у вас другой тайтл, иногда бывает два тайтла, вот, то, конечно, он выберет другой. Или у вас старая система DMOs, да, ну, это вообще даже сайты уже не встречаются. Вот. И, соответственно, вот, и когда robots.noodptech стоял такой, метатек robots.content.noodp. Вот. Соответственно, это такой лайфхак, с которым столкнулись. Теперь перейдем, что изменилось в description. Важная заголовка в 2020 году. Я вам скажу, что они не только в 2020 году, они всегда были архиважны. Важнее, чем множество других методов, которые применяются именно в продвижении сайтов. Еще до появления интернета, прежде чем прочитать какую-нибудь статью в журнале или в газете, все читали заголовок. Если заголовок не цеплял, ее просто банально не читали. И 4 человека из 5 не читали просто неинтересные заголовки. То есть, они игнорировали целую статью. Вы можете там написать классное исследование, полезную информацию. Но если ваш заголовок не зацепил, ее просто банально пропустят. Множество больших маркетологов, такие как Дэвид Огил, Джоги Шугарман, говорили про важность заголовков. И сегодня это также играет важную роль. Поэтому мы и создали наш инструмент, который проверяет качество заголовков и помогает поднять его качество. Мало того, мы даже создали массовую проверку в целом всего сайта, потому что практически все обращают сюда внимание. Если вы напишете какие-то скучные заголовки, люди просто не кликнут на вас и не перейдут на ваш сайт. Поэтому здесь я, конечно же, обращаю основное свое внимание, даже больше, чем контенту. Тег description это тот самый второй тег, который чаще всего не показывается. Или показывается, но иногда не тот, что мы хотим. Как сделать так, чтобы он всегда показывался? Как сделать так, чтобы description tag показывался чаще всего? И что сделать, чтобы description давал больше кликов? Давайте разберемся. Собственно, tag description в коде пишется через простой код. Head metaname description, контент написали и закрыли косая черта head. Вот, собственно, очень просто и очень банально. То есть, metaname description и через контент пишете строкой, какой будет контент. Description выводится, можно проверить всегда при помощи этой же утилитки. Вот он у нас выводится. Он достаточно может быть большим, может быть маленьким, может быть отсутствовать. Как вы видите, тут местами 297 description. Это с недавних пор description стал длинным. Да, description действительно стал длинным и начал становиться такой огромной простыней. Почему так? На самом деле в LinkedIn, если мы говорили, что description не подтягивается, если не ошибаюсь, у Facebook с этим все хорошо. И мы сейчас об этом попытаемся проверить. Так, мы зайдем сейчас в Facebook и попытаемся запостить любую страничку. Что у нас новенького? Давайте проверим. И, как вы видите, в Facebook подтягивается и description. A title tag is a national element that specified. И давайте проверим, он или не он. Тот самый подтягивается description в соцсети. Но на что мы обратим внимание? Первые, сколько тут, 30 символов или 35 символов, отображаются непосредственно в сниппете Facebook. В то время, как другие не отображаются. Поэтому давайте лайфхаки записываем, что нужно делать, когда пишется правильный description. В первую очередь, первое, что вы должны понимать, это оптимальная длина. Description лучше всего отображается, если их длина не превышает 100 символов. Причина – это мобильная выдача. Если вы запускаете мобильную выдачу, вы обратите внимание, что description все маленькие. Они достаточно маленькие, сжатые и иногда реально не выводятся. То есть, если мы возьмем какой-то более-менее коммерческий запрос, например, там, «Винир и Киев», мы увидим, что, конечно, у нас прет реклама со всех сторон. Но мы увидим, допустим, вот сайты, которые занимают, допустим, топ, и у них очень аккуратные description. Они маленькие и аккуратные. И вы должны об этом, конечно, понимать, что винир, то есть, например, по этому запросу, да, непосредственно в выдаче будут показываться сайты, у которых очень аккуратные description и очень все аккуратно сделано. То есть, соответственно, если мы посмотрим, какие сайты выходят, description, если он слишком длинный, он обрежется. Вот, например, как здесь. Или, например, вот здесь он не обрезался. Но сейчас по этому примеру мы детально разберем, на что нужно обращать внимание. Длина, запомнили, до 100 символов, потому что мобильная версия, не более 300, потому что все равно это уже никуда не поместится. Вот. Оптимальный формат description, да, то есть, ваш контент, написанный в description, должен продавать, а не затачиваться под SEO. Многие ошибочно пытаются его затачивать под SEO и дублируют ключевые слова из title. Но если ключевые слова будут задублированы, это немножко сделает контент бесполезным, а description сделает бесполезным в плане продаж. Обратите внимание, идеи для description можно брать из контекстной рекламы. Вот если мы видим сейчас выдачу контекстной рекламы, она хочет, чтобы на нее кликнули. Они все делают, чтобы на нее кликнули. Когда вы пишете description, они все заточены, чтобы вы на них кликали. И да, грамотно прописанный description действительно нужен для того, чтобы на него кликнули, а не просто для того, чтобы обмануть SEO-машину. Вот. Как говорится, с 2009 года Google сказал, что ему все равно, что вы пишете в description, и он игнорирует их. Более того, он не учитывает их в алгоритмах поиска. Единственное, что может влиять, как говорится, он влияет на CTR. Description влияет непосредственно на поведенческий фактор пользователя в выдаче. И, соответственно, если пользователь будет кликать по вашему сайту, то, скорее всего, хороший description его привлечет внимание, а плохой оттолкнет. И, конечно же, по поводу description есть очень важное правило в Google справке. Есть такой тег, называется no snippet. Мы сейчас зайдем на него. Вот на этот тег, description. Многие про него не знают. И мы сейчас зайдем на справку Google. И, конечно же, обратим внимание. И вот сейчас no snippet. No snippet запрещает показывать в результатах поиска фрагмент текста или видеоролика. Если вы используете тег no snippet на своем сайте, то тег description будет показываться тот, который вы прописали, а не тот, который подберет Google. Обратим внимание, что на самом деле у многих сайтов иногда description выглядит как просто выдранный откуда-то фрагмент текста. А у некоторых действительно красивый, подобранный правильно description. И на то есть действительно причина. То есть, например, вот такие description, когда там есть эмоджи, какие-то цифры, какая-то информация, работают гораздо лучше, чем просто. Просто укажите в системе поиска района города, рекомендуемые клиники, врачи. Это явно автоматический description, который сгенерировался системой, в то время как красиво написанный руками description захочет, чтобы на него кликнули. Поэтому вот по поводу этого тега я очень рекомендую, чтобы вы почитали справку Google и использовали no snippet действительно для подстановки контента. Обратный тег mac snippet, который позволяет настроить показ непосредственно на конкретные фрагменты, на конкретную длину тега description. И, конечно же, здесь у вас вы можете его использовать для того, чтобы показывать какую-то определенную длину, как говорится, чтобы он показывался. Если вы укажете max snippet 0, это эффект будет тот же no snippet. И на самом деле, то есть вместо видео там будет, допустим, будет демонстрироваться статичное изображение. А если max snippet 0, это значит, что description не будет подтягиваться вообще. Ну и, соответственно, по поводу description, что нужно использовать? Конечно, нужно использовать emoji, нужно использовать коммерческие слова, нужно использовать цифры, можно использовать даже телефон, можно использовать скидки, можно использовать много чего. Но единственный момент – не используйте динамически меняющийся контент. Почему? Потому что в системе это будет сложно, это все потом добро индексировать. И, собственно, вот эти простые советы, которые нужно знать. Description можно проверить точно так же на нашей утилите. В утилите можно точно так же их поработать над ними, улучшить, добавить emoji, добавить все, что угодно. И, конечно же, переработать и сделать ваш сайт более классным, кликабельным. Все это можно сделать прямо на нашей утилите. Ссылочки на утилиты я оставлю в описании. Не забываем приходить на наш канал, задавать мне вопросы. Я навсегда на них буду отвечать. И заходите в телеграм-группу, я в телеграм-группе активно обсуждаю все моменты. И до новых встреч!